Рейс Москва-Екатеринбург. Лететь всего-то два часа. Но, казалось бы, совсем немного, что может случиться за это время. Но через 50 минут после вылета объявление по громкой связи. Пассажиру бизнес-класса стало плохо. Срочно требуется врач. Это удача, что на борту был он. Известный российский хирург Константин Пучков, доктор медицинских наук, профессор. Он рассказывает, пострадавший лежал в проходе бизнес-класса, был без сознания. Давление 60 на ноль. Вместе с командиром экипажа они решили, бригаду скорой помощи нужно готовить прямо на посадочной полосе в Екатеринбурге. Ну а пока срочно вскрывать бортовую аптечку с необходимыми препаратами и реанимировать мужчину. Давление ему подняли до 80 на 40. Он пришел в себя. По крайней мере, можно было хоть опросить. Хоть сложности, да, ну там диабет есть, нет. Значит, как бы там головные боли были, нет. Что сейчас беспокоит, загрудинные боли есть или там в анамнезе. То есть, что выпивали на окануне, нет. Наркотики употребляете, нет. Это там то-то, то-то, нет. Хоть какую-то, по крайней мере, картину, примерно понять, что с ним происходит. Понятно было, что он тяжелый, да, что это не обычный обморок. Вот, потому что давление поднималось слабо и не поднялось до нормальных цифр, до самого приземления. Но оказалось потом, что у 29-летнего мужчины случился инфаркт. Если не вдаваться в подробности медицинские термины, то инфаркт – это повреждение сердечной мышцы. При этом коронарная артерия оказывается закупоренной, кровоток блокируется. Двигаться пострадавшему категорически нельзя, ну а медицинская помощь требуется незамедлительно. Счет идет буквально на минуты, но если не на секунды. Как один, вот знаете, русские души наши, да, что помочь, что надо сделать, то да, все, братан, давай, все, ты держись, а вы спасаете. Они бегали, все там подушки собирали, там еще что-то, то есть все потом, значит, скорая помощь приехала, вот, и, ну, измеряет артериальное давление, стало уже 90, ну, типа, вставай, потихонечку идем. Я говорю, стоп, вы что? То есть там серьезные вещи, ни в коем случае. А как, а мы не развернемся тут с носилками, со всеми делами, опять эти же ребята, не волнуйтесь, они его прям бэм на руки, быстренько, значит, по трапу. По прилету в Екатеринбург мужчину сразу же доставили в больницу. Им занялись уже местные врачи, сейчас, по словам Пучкова, с пассажиром экстремального рейса все в порядке. Но впереди долгий курс лечения. Константин уверен, на борт именно этого самолета его привела судьба проведения, ну, называйте это как хотите. Полетит он в Екатеринбург на мастер-класс хотя бы на пару часов позже, и все, у человека могло бы и не быть шанса на дальнейшую жизнь. Продолжение следует...